Всем привет, друзья! С вами я, ваша Соколик. И в этом видео я расскажу, в чем различие между графическим дизайнером и графическим художником. Кстати, на эту тему я видео на YouTube не нашла, поэтому я думаю, что я буду первая. Так как я училась на графического дизайнера, я вам могу в двух словах объяснить, что вообще делает этот человек. Потому что графический дизайн умещает в себя очень много разных подвидов графического дизайна. Это и веб-дизайн, и дизайн упаковки, и фирменный стиль. Но графический дизайнер не должен рисовать. Запомните это. Он может уметь рисовать, но это не входит в его обязанности. Если графический дизайнер рисует, очень круто, если он рисует от руки. Но если он не рисует от руки, ничего страшного, потому что он не должен это делать. Графический дизайнер решает определенные задачи и проблемы, которые перед ним ставит заказчик. В роли какого-то физического лица или юридического такого, как компания. Собственно говоря, графический дизайн занимается логотипами. Он создает бренд-буки для компании, потому что это очень важно для компании иметь свой собственный стиль. Графический дизайнер должен знать психологию цвета. Это очень важно, потому что каждый цвет отвечает за свое действие. Например, оранжевый цвет отвечает за продажу. Оранжевый и красный. Но вообще считается, что красный более агрессивный. Поэтому, когда вы заходите на лендинг-пейдж, это продающая страница в интернете. Может состоять из одной страницы или из двух страниц. Тоже, кстати, делает графический дизайнер. Это как правило. Дизайнер не сам код пишет HTML, CSS или JavaScript. А дизайнит все это счастье. Вы увидите кнопочку «Купить» или «Перейти куда-то» или «Зарегистрироваться на курс» или что-то. Она будет, скорее всего, оранжевая, приближенная к красному. Но не красная. Хотя бывает, встречается и красная. И вот эти вот все вещи определяет графический дизайнер. И решает вообще, как она будет смотреться. Графический дизайнер должен привести человека к определенной цели. Ну, например, там, опять же, таки, как я уже сказала, купить что-то. Также бывает дизайнер упаковки. Он тоже относится к графическому дизайну. Ну, например, там, я не знаю, продается молоко. Если молоко там специализированное какое-то для веганов, да, там, миндальное, например, молоко или кокосовое молоко. Графический дизайнер, в зависимости от того, на какую целевую аудиторию рассчитан этот продукт, графический дизайнер должен продумать, на какую аудиторию, собственно, рассчитан этот продукт, подобрать психологию цвета, то есть определенные цвета, подобрать определенную стилистику и сделать этот продукт максимально доступным для понимания потребителю конечному. Даже иногда, если заказчик, он может вносить свои коррективы, правки, но так или иначе, все равно несет ответственность за свой продукт графический дизайнер, потому что эта дача попадет к нему, скорее всего, в портфолио и так далее. Вот. И, как правило, у графических дизайнеров существуют коммерческие, только коммерческие проекты. Затем, что еще делает графический дизайнер? Он тесно может быть связан с типографикой, особенно вот на типографиях, да, там, где печатают разные книги, журналы, как правило, и сидят графические дизайнеры, и они что-то оформляют, потому что у типографии, как правило, есть заказчики, ну и так далее, в общем, целая история с этим. Вот. Графические дизайнеры могут верстать макеты, например, в индизайне, сейчас я вам покажу, по раскраске, книге, ссылочки будут в описании. В общем, да, вот такими вот вещами занимается графический дизайнер. Он продумывает, куда вставить логотип, там, ну и так далее, в общем. Он двигает определенные объекты. Также, как я уже сказала, графический дизайнер, он оформляет веб-страницы, там, всевозможные сайты, приложения, да, то есть UX-дизайн. Но у художника есть одно большое преимущество перед графическим дизайнером. Это то, что он умеет рисовать. И если дизайнеру потребуется какое-то время для поиска референсов, у меня, кстати, есть видео о том, что такое референсы, то художник может это все нарисовать и за меньший срок. Хотя, в принципе, работа и там, и там, она, конечно же, трудоемкая, очень кропотливая. Поэтому нельзя сказать, что легче. Просто это абсолютно два разных направления. Итак, рисует художник, как правило, вот на таком вот планшете. Это профессиональный планшет Vacuum Intuos Pro S. Это не реклама, это я просто уже много лет пользуюсь. Это один из лучших планшетов, который у меня был. У меня он был не один. У меня еще есть такой на экранчике китайский, на котором рисуешь, да, такой огромный, о котором мечтают многие художники. Я вам скажу, не мечтайте об этом планшете. Он реально не очень прикольный, по сравнению с тем планшетом. Вот тот реально самый лучший. Там и нажатие, очень чувствительность высокая, и поворот пера, если кто-то этим пользуется. Вот. Ну, вообще, просто планшет очень крутой. Поэтому я всем рекомендую. Я уже много лет пользуюсь этим планшетом и не жалуюсь. Серьезно. Кстати, если кому интересно, покупала в Германии на немецком Амазоне. Поэтому я думаю, что он есть везде. И знаете, как еще забавно. В Украине эти планшеты стоят дороже, потому что их везут с Европы, а в Европу везут с Китая. В общем, ладно, это уже такое дело. Так, ну, давайте вернемся к художникам. Значит, ключевые особенности, то, что должен уметь художник. Конечно же, это рисовать. Рисовать по референсам, рисовать по брифу. Бриф – это тестовое задание, которое дает тебе заказчик, точно так же, как и в графическом дизайне. И есть, ну, глобально выделяют два направления в сетчей графике. Это 2D графика и 3D графика. 2D графика – это все, что рисуется на плоскостях. Любые иллюстрации, скетчи и так далее. В общем, баннеры на сайте. Опять же, все, что рисуется от руки на какой-то обычной поверхности – это 2D графика. 3D графика – это, собственно, воспроизводство всего того, что было нарисовано в 2D, только в 3D. Отдельно рисуется каждая моделька в 3D. А в индустрии ценится работа по референсам. То есть, если есть какой-то скетч, как правило, так все и делается. Есть скетч 2D. И вы по этому 2D скетчу, вы его подгружаете в программку. И по нему вы моделируете все то же, что было нарисовано в 2D, только в 3D. Как правило, рисуется такой скетч, допустим, если это персонаж, он рисуется в 4-5 позах. Не позах, а ракурсах. То есть, вид сбоку, вид спереди, вид сзади, вид снизу. Все зависит от детализации, опять же, может сзади будет какой-то хвост. Как вы увидите, если у вас будет скетч только в передней части. Поэтому 2D художники рисуют для 3D художников все эти моменты. Далее, в 2D графике определяют растровую графику и векторную графику. Растровая графика – это графика по пикселям, измеряется она в пикселях. Векторная графика, собственно, измеряется в кривых. И при расширении или сжатии картинки качество не должно теряться. Опять же таки, если оно было векторным. За векторное изображение, как правило, отвечает Adobe Illustrator. Там все есть эти инструменты, хотя в Photoshop тоже есть. Но Photoshop считается растровой программой. Там в основном рисуют, там все по пикселям. Вот. Ну, короче, как-то так. Вот вкратце я вам рассказала. Итак, в каких сферах может работать художник? Художник, как правило, работает иллюстратором. То есть, иллюстрирует либо какие-то книги, ну, вот что-то в таком вот плане. Тексты какие-то, что-то на сайт, куда-то в журнал и так далее. Художник может работать в рекламе. В последнее время все чаще и чаще более популярное это направление используется. Постоянно нужны иллюстраторы, чтобы они иллюстрировали что-то. Какое-то видео, может, стоп-моушен. Вот что-то вот в таком вот плане. Тут тоже нужны художники. Художники нужны в Game David, то есть 3D художник. Опять же таки, 2D, а потом 3D. И в 3D графике нужны художники, которые будут работать с лепкой. То есть, персонажа нужно сначала смоделировать, потом слепить, потом покрасить и потом анимировать. И, кстати, с лепкой, не с лепкой, а с моделированием, тут тоже очень интересный момент. Есть моделирование по примитивам. То есть, вы моделируете с помощью круга, квадрата, треугольника и так далее. А есть моделирование с помощью полигонов. То есть, это тоже нужно все изучать. Далее. Художник на рынке труда больше ценится, если у него есть опыт работы с анимацией. Ну или хотя бы представление вообще, как анимация делается и как работает аниматор. Потому что, допустим, вы же, как художник, в основном, что вы делаете? Вы производите какой-то контент. В современном мире, в диджитальном мире, художники производят контент. Это тоже не искусство. Это такого своего рода производство развлекаловки, как-то так можно сказать. Мне кажется, я сейчас просто беру и развинчиваю миф всех ребят, которые собирались идти учиться на иллюстраторах, художников. Но это так. Вы знаете, чем художник более профессиональный, чем он лучше рисует, тем меньше в этом вообще творчества. В этом вообще нет творчества. Ты просто сидишь целыми сутками. Это адский труд. Серьезно, адский труд. И ты постоянно хочешь, не хочешь, есть у тебя настроение, нет у тебя настроения. Ты всё равно это продолжаешь делать. Я просто хочу, чтобы вы поняли, что для того, чтобы достичь какого-то результата вообще где-либо, нужно много работать. Много работать и посвящать этому огромное количество времени. Огромное. Даже вот посмотрите мои видео в самом-самом начале, когда я снимала... Вы знаете, я даже порядка 30 видео, если не больше, просто удалила, потому что они были отвратительного качества. И в той и в той профессии можно развиваться. Хотела сказать, развлекаться. Развлекаться тоже можно. И на самом-то деле можно делать и свою реальность. создавать какие-то творческие студии, графические студии и развиваться в этом. Там, не знаю, компания, ещё что-то. Находить себе партнёров, работать на фрилансе. То есть поле для развития огромное, для заработка в том числе. Просто вам нужно решить, что вам больше нравится, чем вам больше нравится заниматься и двигаться в этом направлении. Всё, ребята. Спасибо всем за внимание. Спасибо, что посмотрели моё видео. И до новых встреч. Пока-пока.